Никогда не играйте в игру по названиям Красная Дверь, Желтая Дверь, часть 2. Последнее, что я вам говорила, это то, что я оказалась в лабиринте и почувствовала запах свежей крови. Я почувствовала, что кто-то шевелится, и я обернулась. Это была какая-то очень странная, огромная тень. Конечно же, я очень сильно пугалась и начала бежать. Мне казалось, что эта тень бежит прямо за мною. Как вы знаете, есть такое мнение, что если человек умирает во сне, то он умирает в жизни. Говорят, что с этой игрой Красная Дверь, Желтая Дверь, это реально так. Поэтому единственный способ выйти из этой икры, это зайти в черную дверь, которая находится в коридоре. Пока я была в лабиринте, мне нужно было сначала найти коридор, и потом только найти черную дверь. Вновременно за мной гналась какая-то тень, и я чувствовала нереальный страх. Как мне казалось, где-то после часа, как я вышла из этого лабиринта, я оказалась в коридоре. Эта дверь стояла прямо передо мной, она была нереально черная. Казалось, что она поглощает абсолютно весь свет вокруг. Поэтому я быстро побежала до нее и споткнулась. Я упала в свежую лужу крови. И ты поняла, что тут не так, но решила не сдаваться. Я встала снова и зашла в эту дверь. Вокруг меня не было ничего. Полный мрак, пустота и темнота. Я пыталась бежать в этом месте, но ничего не получалось. Потому что в этом месте не было ни право, ни лево, ни прямо, ни назад, ни вверх, ни вниз, ничего. Я очень долго пыталась найти выход, очень долго пыталась перемещаться с одной стороны в другую, бегать, прыгать и так далее, но ничего не получалось. Поэтому в конце концов я просто сдалась. Я села и закрыла глаза. После этого, я не знаю каким образом, но я увидела серую дверь. С закрытыми глазами я пошла до этой серой двери. Когда я ее открыла, случилось что-то очень неожиданное и страшное. Третья часть этой истории продолжение будет, как обычно, в моем инстаграме. Свойник я оставлю на экране, но предупреждаю заранее, никогда не играйте в эту игру.